Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Пишут о том, что сценарист Аркадий Инин резко высказался Пугачевой, который знал лично, и это видео не только о Пугачевой, но еще и о, в принципе, поведении людей. Вот что пишут. Одним из почетных гостей мероприятия, это фестиваль кино и театра «Амурская осень», на котором собрались многие известные личности, стал сценарист известный сценарист Аркадий Инин. Автор таких шедевров, кинематографа, как «Одиноким представляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Братенбить опять идут дожди». Инин, который лично общался с Пугачевой, выразил свое глубокое возмущение по поводу ее высказываний. Пугачева заявила, что россияне были холопами, стали рабами, и это вызвало негодование у сценариста. Он считает, что такая формулировка крайне неуместна и оскорбительна. Не только он один. Вот что он говорит, и здесь великолепные слова в конце. Ну, дура какая-то. Сама она холопка тогда. Алла вышла вполне себе из народа, а не из каких-то княжеских палат. Мама ее фронтовичка, была вполне народная женщина. Есть такая фраза. «Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?» Вот это, по-моему, про Пугачева сказал Инин. Друзья, как замечательно он сказал. «Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?» Вот это не только про Пугачеву, это про всех личностей сейчас, так называемого шоу-бизнеса и культуры в целом, которые оторвались от реальности, и за то, что они открывают рот под фонограмму, за 30 минут получают по 3-5 миллионов рублей за час выступления. В своем выступлении на фестивале Инин назвал Пугачеву холопкой, напомню, что она сама вышла из народа. Он полагает, что после всего сказанного артистка не знает, как вернуться назад в страну. Вы знаете, о чем я хотел сказать? Вчера был в одном месте, вот встречался с одним человеком, и такое, ну, место, в общем, хорошее такое, с точки зрения людей публичных, скажем так. И заходит мужчина, и вот он с порога как зашел, я слышу такой гнусавый голосок, он в возрасте летом, наверное, 70, так примерно, с женой, может, помоложе немножко, в таком шикарном, роскошном костюме, и вы знаете, он с порога, а она ресепшн, девочка, так довольно простая, очень общительная, и он с порога ездит и начинает, а там метров 15 до нее идти, с порога начинает вот этим своим песковым голосом, мне завтра, значит, та-та-та-та-та-та-та-та-та, сегодня вот это сделать, а она говорит, вы знаете, у нас вот нет, ты знаешь, кто я? Ты знаешь, ты знаешь, с кем я сейчас встречался? Ты знаешь, там та-та-та-та-та-та-та-та, и вот это, и жена главная, понимаете, я жду, думаю, жена может образует, она как-то его, а она сразу раз тоже, то есть, понимаете, настолько неприятно слушать, когда человек, ну, даже если ты, там он в Академии наук, что он такой, даже если ты трижды, я не знаю, директор планеты Земля, да? Но, вы знаете, вот люди, которые заходят и бывают вот совершенно простые, абсолютно, то есть, ну, ты даже не подумаешь, кто этот человек. И вот мы, все мы вышли из народа, как нам вернуться в него? Это вот об этом. Есть хорошая фраза еще такая, знаете, хочешь узнать человека, посмотри, как он общается, значит, с обслуживающим персоналом. Там ТДТ с кем-то и с обслуживающим персоналом, не помню с кем еще второе. Вот бывает такое зачастую, люди, приходя, например, там в какую-нибудь кафешку, общаются с официантом, как будто это, знаете, раб какой-то, раб вот натуральный. Это настолько неприятно. Это культура внутренняя. Но неужели у этих людях культуры, нет культуры? Получается так? Получается, из лихих девяностых они так и не набрались культуры. Они, наоборот, забрали в определенной степени культуру. И сделали так, чтобы культура представляла из себя, по крайней мере, на эстраде не творчество, а вываливающиеся тетяндры, где девки поют в трусах просто на сцене. В трусах можно было уже петь на сцене, вот до операции. Сейчас как-то ситуация меняется, хоть таких концертов нет, не показывают такие клипы. Так вот, друзья, вот это обо всех таких людях. Да, вот, все мы вышли из народа, как нам вернуться в него. Великолепная фраза, друзья. Какие у вас мысли на этот счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте Одноклассники запрещена грамма. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.